Беседа 36. Это второе чудо сотворил Иисус, возвратившись из Иудеи в Галилею. После чего был праздник иудейский, и пришел Иисус в Иерусалим. 4.54 и 5.1. Евангелия Тьяна. Как в золотых рудниках опытный в этом деле не оставит без внимания ни малейшей живы, потому что она может доставить великое богатство, так и в божественных писаниях не безвредно опускать даже одну черту или иоту, а надобно исследовать все. Все в них сказано Духом Святым, и ничего нет излишнего. Обрати же внимание и здесь на то, что говорит евангелист. Это второе чудо сотворил Иисус, возвратившись из Иудеи в Галилею. Не напрасно добавил второе, а еще превозносит дивный поступок самарян, показывая, что жители Галилеи даже после второго знамения, которое они видели, не достигли высоты тех самарян, которые ничего не видели. После этого был праздник иудейский. Какой праздник? Мне кажется, праздник Пятидесятницы. И пришел Иисус в Иерусалим. Он часто приходил на праздники в этот город. Части для того, чтобы казаться празднующим вместе с иудеями, а части для того, чтобы привлекать к себе незлобивый народ. Эти простосердечные люди наиболее сходились в эти праздники. Есть же в Иерусалиме у овечьих ворот купальня, называемая по-еврейски Вихия-Сда, Дом Милосердия, при которой было пять крытых ходов. В них лежало великое множество больных, слепых, хромых и сохших, ожидающих движения воды. Пять, два, три. Что это за способ врачевания? Какое здесь таинство нам указывается? Ненапрасно же и не без причины написано это. Здесь как бы в образе и подобии представляется нам будущее, чтобы, когда случится нечто весьма необычайное и неожиданное, не поколебалась у многих сила веры. Что же здесь изображается? Намерение было даровать нам крещение, имеющее в себе великую силу и величайшее благо. Крещение, очищающее от всех грехов и людей из мертвых, делающих живыми. Вот это-то как бы в образе и предизображается здесь в купеле, как и во многих других установлениях. Так предварительно Бог даровал воду очищающие нечистоты тела, скверные, несущественные, а только кажущиеся такими. Каковы, например, от прикосновения к умершим, от проказы, от других подобных причин. Да и многое в Ветхом Завете, как видим, совершалось с этой целью посредством воды. Но возвратимся к своему предмету. Итак, Бог, как я сказал, установил сначала очищение посредством воды нечистот телесных, а потом различных болезней. Желая привести нас ближе и ближе к благодати Крещения, Он врачует уже не одни нечистоты, но и болезни. Действительно, образы, ближайшие к истине, то есть по времени, ближайшие к Новому Завету, как относительно Крещения, так и страданий и других предметов, были вообще явственнее прообразов древнейших. Как ближайшие к царю оруженосцы блестают светлее тех, которые от него стоят в отдалении, так было и в прообразованиях. Ангел сходил и возмущал воду, и сообщал ей целебную силу, чтобы внушить иудеям, что тем более Господь ангелов может исцелить все болезни душевные. Но как здесь врачевала не просто естественная сила воды, иначе это бывало бы завсегда, но действием ангела, так и над нами вода не сама по себе действует, но когда восприимет благодать духа, тогда и очищает все грехи. Около этой купели лежало великое множество больных, слепых, хромых, сухих, ожидавших движения воды. Но тогда слабость была препятствием для желающего получить исцеление, а ныне всякий свободно может приступать. Не ангел воду возмущает, а Господь ангелов совершает все это, и уже не может сказать болящий, что не имея человека, который опустил бы меня в купальню, когда возмутится вода, когда же я прихожу, другой уже сходит прежде меня. Стих седьмой. Но хотя бы стекала вся Вселенная, благодать не оскудевает, и сила ее не истощается, а остается всегда одинаково, как и прежде. Как солнечные лучи светят каждый день, и не истощаются, и свет их от излияния на многие предметы не уменьшается, так и еще более сила духа нисколько не уменьшается от множества приемлющих ее. А так было для того, чтобы видевшие, как водой могут быть исцеляемы болезни телесные, и испытавшие это в течение долгого времени, легче поверили, что могут быть исцеляемы и болезни душевные. Но для чего Иисус оставив всех подошел к тому, который болел тридцать восемь лет, и для чего спрашивал, хочешь ли быть здоровым? Не для того, чтобы узнать об этом, это было бы излишне, а чтобы обнаружить его терпение и нас вразумить, что поэтому-то именно он, оставив других, подошел к нему. Что же больной? Он отвечает ему, Господи, Так? Но не имеет человека, который опустил бы меня в купальню, когда возмутится вода. Когда же я прихожу, другой уже сходит прежде меня. Для того Христос и спросил, хочешь ли быть здоровым, чтобы мы узнали все это. Не сказал однако же ему, хочешь ли, я исцелю тебя, потому что тогда еще не имели о нем столь высокого мнения, а говорит, хочешь ли быть здоровым. Но изумительно терпение расслабленного, находясь в болезни 38 лет, и каждый год, ожидая исцеления, он оставался тут и не отходил. Ведь если не продолжительность прошедшего времени, то неверность будущего могла бы отвлечь его от этого места, когда бы он не был так терпелив. Представь себе, как без сомнений другие страждущие там были бдительны, да и время, в которое возмущалась вода, не было известно. Впрочем, хромые и увечные могли наблюдать, как же видели слепые. Они, может быть, узнавали о движении воды и с происходившего при этом шума. 232. Итак, устыдимся, возлюбленные, устыдимся, и будем оплакивать великое наше нерадение. Тот 38 лет ожидал и не получал, чего желал, однако не отходил, и не получал ни по собственному нерадению, а потому что находил препятствия со стороны других, и терпел насилие, но при всем том не ослабевал духом. А мы, если только 10 дней проведем в ожидании того, чего усиленно просим, и если не получим, то уже не расположены бываем употребить снова то же старание. Ради людей мы усердствуем столь долгое время, и служа в войсках, и тяжкие работы исправляя, и исполняя раболепные услуги, хотя наконец сейчас потеряем и самую надежду на награду. А ради Господа нашего, от которого, без сомнения, можем получить награды гораздо больше самых трудов, ибо надежда не посрамляет, говорит Писание, не постыжает, римлянам 5.5. Мы не стараемся показать надлежащее усердие, мы не терпим. Какого же наказания заслуживает это? Хотя бы мы ничего не получили от него, одно продолжительное собеседование с ним не следует ли считать стоящим бесчисленных благ. Но постоянная молитва, говоришь, это трудное дело. А какое из добрых дел, скажи мне, не трудно? Да в том-то, скажешь ты, затруднение большое, что с пороком сопряжено удовольствие, а с забродетелью труд. Я думаю, многие на это ищут объяснение. Какая же тому причина? Вначале Бог даровал нам жизнь, свободную от заботы и чуждую трудов. Но мы не воспользовались как должно этим даром, а развратились по нерадении и лишились рая. Тогда-то Бог соделал уже жизнь нашу многотрудную. И в оправдание свое перед родом человеческим, как бы так говорит, я даровал вам сначала наслаждение, но вы от своей воли соделались худшими. Поэтому я определил наложить на вас труды и пот. Когда же и труды не обуздали нас, он дал закон, содержащий в себе заповеди, наложив на нас, как на коней неукротимых, узды и путы, чтобы удержать порывы, как делают укротители коней. Вот почему жизнь наша сопряжена с трудами, так как без трудов мы обыкновенно развращаемся. Природа наша не может бездействовать, а иначе легко преклоняется к злу. Положим, например, что человеку целомудренному или отвечающемуся какой-либо другой добродетели не нужны были бы никакие подвиги, а он бы и спал и однако во всем успевал. К чему бы привело такое ослабление? Не гордость или и высокомерие? Для чего говоришь ты со злом сопряженно великое удовольствие, а в забродетели великий труд и тягость? Но какая же была бы тебе и благодать или за что же бы ты получил награду, если бы это было дело нетрудное? Я и теперь могу указать многих таких, которые по природе отвращаются от общения с женщинами и убегают как чего-нибудь скверного, самой беседы с ними. Но скажи мне, называть ли их зато целомудренными и будем ли мы их увенчивать и прославлять? Никак. Целомудрие есть воздержание и преодоление похотей борьбою. Так и на войне. Чем сильнее битва, тем блистательнее тогда бывает и торжество, а не тогда, когда никто и рук не поднимает. Есть много из мирных по природе людей, можем ли назвать их кроткими? Никак. Так и Христос, говоря о трех родах скопцов, два из них оставляет без венцов, а один вводит в царствие. Матфея 19, 12 Да для сего скажет нужно зло. И я тоже говорю, но кто же виновник зла? Кто другой, как не наше произвольное нерадение? Но надлежало бы быть, говоришь, одним добрым. А какое свойство добра? Трезвиться ли и бодрствовать, или спать и предавать собеспеченности? А почему, скажешь, не признано за лучшее, чтобы добро делалось без труда? Такие слова свойственны животным и чревоугодникам, которые почитают Богом свое чрево. Что это слова лености? Вот суди. Если бы где-нибудь были властитель и военачальник, и властитель бы спал или пиршествовал, а военачальник с великими трудами одерживал бы победы, кому из них ты изменил бы славу? Кому принадлежал бы плод радостных событий? Видишь, что душа более расположена бывает к тому, в чем более труждается. Потому и Бог соединил с добродетелью труды, желая прилепить к ней душу. Потому-то мы удивляемся добродетели, хотя сами ее и не исполняем. А порог порицаем, хотя он кажется и весьма приятен. Ты спросишь, почему мы не удивляемся людям добрым по природе, а более тем, которые таковы по свободному произволению? Это потому, что справедливость требует предпочитать трудящегося нетрудящемуся. А почему, скажешь, мы ныне трудимся? Потому что мы не хотим вести благоразумно жизнь без трудов. Если исследовать внимательно, то ведь бездействие и без того обыкновенно развращает нас и причиняет много трудов. Например, оставим в заключении какого-нибудь человека и станем так как кормить его и наполнять его чрево, не позволяя ему ни ходить, ни заниматься каким-либо делом. Пусть он наслаждается трапезой и ложем и постоянно присыщается. Может ли что быть несчастнее такой жизни? Но иное дело, скажешь, заниматься чем-нибудь, а иное трудиться. Ведь можно же было тогда делать без трудов, в первобытном состоянии. Не так ли? Конечно так. Этого и Бог хотел, но ты сам не стерпел. Бог повелел тебе возделывать рай, назначив в этом тебе занятие, но ты не присоединив к этому никакого труда. А если бы и вначале у человека был труд, то после Бог не возложил бы на него труда в виде наказания. Можно делать и не трудаться, как то свойственно ангелам. А что они занимаются делом, послушай, как говорит о том Писание, сильные крепостью, творящие слово его. Салом 102.20 Теперь недостаток силы делает нам много труда, а тогда этого не было, так как вшедшие в покой его, говорит, Писание, почили отдел своих, как и Бог от своих. Евреям 4.4 Разумею, здесь не бездействие, а не трудность дела. Бог еще и ныне действует, как говорит Христос, Отец мой доселе делает, и я делаю. Иоанна 5.17 Итак, убеждаю вас отложить всякое нерадение, поревновать о добродетеле. Удовольствие порока кратковременное, а скор постоянно. От добродетеля же напротив радость нескончаемая, а труд только временный. Добродетель еще прежде получения венцов утешает своего труженика, питая его надеждами, а порок еще прежде наказания казнит своего последователя, терзая и устрашая его совесть, и заставляя на все смотреть с подозрением. А это не хуже ли самых великих трудов всякого изнурения? А если бы даже этого не было, а было бы одно удовольствие, может ли что быть ничтожнее такого удовольствия? оно как скоро является, так и исчезает, увядая и убегая прежде, нежели успеем возобладать нами. Им уразуметь ли здесь удовольствие плоти, или роскошь, или богатство? Ведь все это каждодневно не перестает стареть. А когда последуют еще и наказания, и мучения, что может быть несчастнее людей, предающихся пороку? Итак, зная это, будем терпеть все ради добродетели. Таким образом, мы сподобимся и истинной радости, благодатию и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, с Которым Отцу, со Святым Духом, слава во веки веков. Аминь.